Добрый вечер. Чемпионат России. Кузбасс. Строитель 17-2. После матчевого комментария главных тренеров команд Алексея Владимирович Китков и Павел Эплевич. Пару слов по матчу. Наверное, в хоккее с мячом все-таки определяет все это движение. И сегодня, наверное, на поле одна команда была. Это Кузбасс. Двигались хорошо. Мы же уступали во всех компонентах. Уступали в движении, в принятии решения. Честно говоря, я не узнал свою команду сегодня. Но, как говорится, на все есть свои причины. Кузбасс победой. Заслуженной победой. Все. Алексей Владимирович, ну, акцент мы в этом матче как раз и делали на движение. Тот настрой, который был в матче с Динамо, мы попытались сохранить. Попытались сегодня его показать. И, в принципе, временами получался довольно-таки неплохой комбинационный хоккей. Но в то же время было очень много недоигранных моментов. Особенно в атаке. Особенно с последней передачей можно было более удачно действовать. Но, тем не менее, хорошая победа, хороший результат. Болельщики довольны. Двигаемся дальше. К нам едет чемпион. Поэтому хотелось бы, чтобы трибуны еще пополнились любителями хоккея. Потому что это топовые матчи. Это показатель нашей работы, игра именно против таких команд. Ну, и мы, в свою очередь, постараемся. Все, что от нас будет, все, что от нас зависит и все, что мы можем показать в этом случае. Все. Спасибо. Спасибо. Вопросы? Павел Яковлевич, со зрительского места казалось, что вы после первого-второго гора уже возьмете тайм-аут. Вы взяли позже. И что, вопрос? Почему я взял тайм-аут? Надо было на пятой минуте тайм-аут, блядь, вы считаете? Я так не посчитал. Я так не посчитал. Нужно. Спасибо. Михаил Владимирович, вы мне же держали игру в следующую игру с чемпионом России? Нет, нет. Мы готовились к этому матчу конкретно. Сейчас у нас есть два дня. Будем смотреть. Будем выбирать тактический план, который мы применим в этом матче. Ну, и самое главное, сейчас восстановиться. Потому что и на выезде, в принципе, много сил отдали. Эти два матча провели на таком хорошем уровне движения. Поэтому сейчас задача главная этого восстановиться. Подойти в хорошем физическом состоянии. Ну, а психологическая победа, они всегда вселяют оптимизм и веру в себя. Так, и неизбежно вопросы возникают у Павла Ильича, который частенько звучит. Вот все-таки переход с улицы под крышу. Насколько он влияет на эту команду и наоборот? Да, я думаю, особо-то не влияет. Ведь когда ты играешь под крышей, все равно эти хороший лед, хорошие условия. Я не считаю, что здесь слишком жарко в дворце. Тут, наверное, самый холодный дворец из всех дворцов. Я думаю, что для нас это не повлияло сегодня. Не надо на это, как говорится, делать из того, что если бы мы играли на улице, мы были бы лучше. Просто наше физическое состояние на данный момент, оно такое. И по объективным причинам у нас мы не вышли не в полном боевом составе. На все есть свои причины. Все. А у нас вообще в Кемерово как будто, когда хоккей начинается, рубили, не включая то снег, то метель, то еще что-то. Очередной матч сегодня по погоду на улице. Сами видите, какая. Поэтому, я думаю, неправильное решение было, то, что мы пришли в полном боевом. Спасибо. Еще вопросы. Все, спасибо. Спасибо.